Здесь у нас будут площадки и для игры в бадминтон, стольный теннис, большой теннис, баскетбол, футбол, волейбол. Юбилейный продолжает наполняться. К парку площадью 60 гектаров сегодня особое внимание. Накануне ход работ в юбилейном проверил глава города Вячеслав Франк. В этом году в парке проходит самый масштабный этап благоустройства. Стоимость работ порядка 129 миллионов рублей. В парке появятся две большие площадки для выгула собак, высадят более 140 деревьев, продолжат работы по устройству наружного освещения и пешеходных дорожек. Но основной упор на этом этапе – строительство площадок для активного отдыха. В основном третий этап предполагает усиление территории спортивными объектами для спортивного отдыха. Это и детские игровые комплексы. И также у нас и экстремальные виды спорта предусмотрены будут в этом парке. Это и роллер-тром, и памп-треки. На сегодня мы оцениваем те работы, которые выполняются в рамках третьего этапа – это 30%. Но опасений никаких нет абсолютно. Сейчас начинается самая активная часть благоустройства. Все работы планируется завершить в октябре. Напомним, преображение парка началось в 2022 году. За это время сделано многое. На прошлых двух этапах в юбилейном обустроили дорожки – велосипедные и беговые. Смонтировали наружное освещение и камеры видеонаблюдения. Установили лавочки, урны. Высадили более 750 деревьев и кустарников. Впереди финальный четвертый этап. Мы на следующий год выделяем сюда… Ну, посмотрим, еще смет пока нет. Условно, где-то порядка, наверное, 20 миллионов. Но это будет направлено уже на благоустройство и озеленение. Говорить, что с учетом того, что четыре этапа пройдут и закончатся… Нет. Парк – это живой организм. Он всегда будет жить. В нем, я надеюсь, будут появляться новые площадки. Также прямо сейчас ведутся работы и в других парках города – в Изумрудном, а также в бывшем парке имени Ленина. Добавим, что в этом году на создание комфортных городских пространств по нацпроекту «Жилье и городская среда» из федерального, краевого и городского бюджетов было выделено более 200 миллионов рублей. Ирина Корчагина. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова